Данное видео посвящено описанию пяти уникальных методик, позволяющих эффективно накачать свои руки до идеального состояния, а также, что называется, пробудить их для новых достижений. Данное упражнение целесообразно выполнять по той причине, что любая последующая тренировка, включающая заявленные методики, обогатится новейшими приемами и способами достижения сильных и красивых рук. Данное упражнение Хорошенько вслушаться в свои мышцы. Рекомендую вам выполнять повторение так, как будто оно является единственным во всем упражнении. Многие начинающие бодибилдеры часто задаются вопросом, почему мышцы не растут, почему все остается на одном месте. Подобная проблема касается достаточно широкого круга почитателей железа. Все дело в том, что многие из нас могут выполнять одни и те же упражнения годами, справедливо считая, что это принесет свои плоды и решит извечный вопрос, как эффективно накачать руки. Однако, подобное суждение не совсем верно. Да, таким образом можно отлично укрепить мышцы, повысить выносливость. Однако, существенного роста мышц можно ждать годами. И вся проблема в данном случае привыкания организма к нагрузкам. Согласитесь, когда упражнения выполняются по некой схеме, которую человек не меняет около полугода-года, организм начинает попросту привыкать. И нужной нагрузки на мышцы ожидать не стоит. Именно по этой причине нужно сразу же усвоить некий момент, который не даст совершить подобный промах, модифицируя свою тренировку. Это выражение подразумевает частичную перестановку упражнений. В некоторых случаях отдельные спортсмены предпочитают кардинально извинить тренировки той или иной группы мышц. Посредством расставления нагрузок в другие дни можно также поднимать скорость исполнения повторений, увеличивать число самих сетов. Таким образом может добиться существенного улучшения результатов, поскольку организм не сможет привыкнуть и мышцы будут работать в полную силу при максимальной нагрузке. Ведь известно, что определенный комплекс упражнений работает не более полутора месяцев. Исходя из этого, менять методику необходимо в установленный срок. Вообще суперсеты для ваших рук это лучший прием. Вместе с тем, сочетание упражнений для мышц, например, для трицепса и бицепса, можно проводить несколько иным способом. Эффективность от этого не падает, а наоборот увеличивается. Запомните, все упражнения необходимо чередовать. Сами движения, а не сеты тех или иных упражнений. Для примера можно взять французский жим с гантелями и подъем штанги на бицепс. Изначально вы проделываете около пяти сетов на подъемы, после чего отдыхаете около трех минут, а затем пять сетов на жим. После снова отдых и возврат к пяти сетам на подъем. В подобном приеме одна мышца ожидает другую мышцу ощутимо дольше, нежели чем в суперсете. Восстановление происходит эффективнее. В конечном итоге можно набрать около 25 сетов всего лишь за одну единственную тренировку. Данный уникальный прием совершенно не требуется дополнять другими упражнениями. Таким простым способом можно эффективно накачать руки достаточно быстро. Просто практикуйте его два-три раза в месяц и результата не заставит себя ждать. Старайтесь тренировать свои руки два раза на первой неделе, один раз на второй. Многие из нас слышали, что большие и малые мышцы требуют различного периода, необходимого для восстановления. Подобное умозаключение логично, поскольку большой вес способствует большому разрушению клеток мышц, нежели малый. По этой причине восстановление и занимает продолжительное время. Для примера можно вспомнить, что в эпоху средневековья люди верили, земля центр всего, солнце вращается вокруг нее. Только представьте, какая же смелость человеческой мысли была нужна, чтобы утвердить обратное. По этой причине предлагаю вам представить прямо сейчас, что современные правила восстановления мышц неверны. Максимального времени отдыха требуют малые мышцы. Попробуйте накачивать свои руки дважды в неделю, после чего один раз. Позже снова два, после снова один. Поверьте, подобная методика даст свои результаты очень и очень скоро. Ваши руки смогут прибавить в силе и массе. Совершенно незаметно для вас самих. Для успешного выполнения данной методики вам понадобится подготовить штангу и напарника, схожего с вашей силой. Теперь встаньте друг к другу лицом, удалившись на половину метра. Возьмите как следует штангу, выполните упражнение на сгибание руки, бицепс, как можно медленнее. После передайте снаряд в руки напротив стоящего напарнику, для выполнения такого же упражнения аналогичным образом. После снова заберите штангу и выполните подъем. Работайте в таком режиме, сколько сможете. Еще несколько дней назад вы с трудом поднимали штангу на бицепс 10 раз. При этом в последние два повторения скрипели зубами, думая, что они просто раскрашатся от напряжения и давления. А сегодня результат 30 раз. И весь секрет лишь в том, что напротив вас стоит напарник, который просто не желает вам уступать. Чистая психология. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok